Программа «Безопасный регион» теперь охватит и жилые дома. Планируется, что видеосистема с выходом на портал единой диспетчерской службы будет установлена на каждом подъезде. Об этом шла речь на спецсовещании с провайдерами и управляющими компаниями округа. Смотрим. Программу «Безопасный регион» запустили в Подмосковье три года назад. Задача – обеспечить видеонаблюдение с выходом в сеть службы ЕДДС. Именно эти меры должны сдержать хулиганские порывы мелких пакостников и помочь в раскрытии серьезных преступлений. В настоящий момент на территории городского округа Клин уже установлена 341 видеокамера, интегрированная в данную систему. И она позволяет своевременно и оперативно правоохранительным органам реагировать на совершаемые правонарушения. В настоящий момент видеосистема охватила практически все общественные места города и социально значимые объекты. Камеры уличного наблюдения работают в том числе и в инфракрасном режиме, что позволяет распознавать лица даже в ночное время. Видеофиксация преступлений сегодня – это стопроцентный повод для возбуждения уголовного дела. Кража из детской коляски, убийство голубей, резня на проезде Котовского. Эти преступления раскрыты благодаря системе «Безопасный регион». До конца года на улицах Клина будут работать уже 440 видеокамер. Ну а в ближайшей перспективе под объектив возьмут каждый подъезд. Аудиодомофоны уже доказали эффективность работы. Когда появились домофоны, у нас снизилось количество краж домашних. Тех, которые были проникновения в квартиры посредством любой, кто хотел, мог войти в подъезд. И, соответственно, что называется, незаметно из него как войти, так и выйти. Тебе ничего не захочется, ни хлеба, ни водички, если тебя просто жизнь не лишат. Или там какие-то проблемы, связанные со здоровьем будут. Таким образом, программа «Безопасный регион» перейдет ко второму этапу «Безопасный подъезд». Эта работа позволит полиции и единой дежурной службе 112 обеспечить комфортные и, самое главное, безопасные условия для проживания в домах. В ближайшее время со всеми жителями округа будут проводиться собрания по условиям подключения системы «Безопасный подъезд». Евгения Цветкова, Александр Сидей, Юлия Львицкая. Новости дня.